Привет, я Киса Алиса и я придумала крутой челлендж для пёсиков, в котором я буду ведущей. Кто последний съест, тот. Ща расскажу, но сначала спасибо вам за 2 миллиона на нашем канале. Наконец-то у нас получилось. Теперь будем идти к трём, а я вас всех виртуально обнимаю. Так вот, недавно на нашем общем семейном канале Magic Family, где мы снимаем с Аней, вышел опасный эксперимент с едой. И я подумала устроить пёсикам съедобный челлендж. С несколькими турами, а кто будет держаться до последнего, те два победителя получат сумасшедшую прогулку с Аней в очень необычное место. И видео с прогулки с победителями выйдет сегодня на нашем канале Magic Family. Так что вы можете его потом посмотреть. Ну что ж, я к челленджу готова. Осталось только Тане правило объяснить, чтобы она объяснилась пёсикам. Погнали. Нас не вирус, не кори, не пугает, не страшит. Любовь, вирусы, ковид, наша дружба победит. Киса Алиса объяснила мне правила. Давайте для начала проведем первый тур на примере нашего корма Платинум. Но в челлендже будут и другие продукты. Кстати, в вашем и моем инстаграмах я рассказала про конкурс от Платинум, где победителю приз буду вручать я сама лично. Так что участвуйте, кто еще не в курсе. Ссылочки на все у нас вот там внизу под видео. И мы будем их есть, да? София, может ты слезешь со стола, а? Сорян, простите, ну так что делать-то, а? Так вот, я буду класть по четыре кусочка еды для каждого из вас. Я кладу эти кусочки, а потом накрываю их специальной крышкой, чтобы вы не видели, что там будет. Это сейчас вы видите, а потом вы не будете знать, что там. Да, и я открываю крышку. Кто последним съест свой кусочек, тот и получает балл. Это же очень трудно. Эй, Юмичу, ты же съела Мишу на еду, ты так вообще проиграешь. Ну, ничего нового. Ну сложно же удержаться. А, покемон, в этом и челлендж удержаться. А, а что надо было делать? Миша, как всегда. Все хорошо, Миш, ты в этом туре выиграла и заработала балл. Удержаться и правда будет сложно, ведь вас ждет вкуснятина. Первый плюсик Мишке. Ну что ж, теперь второй тур, открываем. Тут вас ждут лакомства. Очень вкусно пахнут. Я съела. Юми, ты мою вкусняшку забрала. Ну, сорян, очень вкусно пахло. Юми съела мою вкусняшку, зато я победил, да? Да уж, похоже, вам сложно удержаться. Неожиданный поворот. Ладно, давай в следующий тур мы будем, мы будем стараться удерживаться, правда. Да, давай, открывай скорее, что там. Во втором туре Эйвен заработал плюсик. Это печень кролика. Невозможно удержаться. Да, а как тут быть последней? Мое, 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 мое. О, Юми, это, по-моему, ты забрала мою вкусняшку, Юмичу. Отдай, а слышишь? Покемон, хватит наглеть, ты ж пора играешь. Ладно, ладно. Ой, кажется, она ее выронила, но я не нашла. В любом случае, Мишка была последней и заработала еще один балл. Дальше еда будет еще интересней, что же скрыли мы под крышечкой, а? А ты ее меня воруй, отстань. Хватит спорить, девочки, смотрите, что тут у нас. Я, я сразу сдаюсь. А я, пожалуй, еще удержусь. Я тоже удержусь и выиграю. Очень хочется стать последней и стерпеть. Какое интересное развитие событий. Наконец-то вы начинаете соблюдать правила. Кто же все-таки останется последним из вас? Нет, я все-таки, все-таки сдамся. Все-таки съем один огурчик, простите. Не удержалась. Кто же будет последним? Кто же заработает балл в этом туре? Так сложно удержаться, так сложно. Тогда я возьму вот этот. Все равно я в этом туре проиграл. Так хочется, хочется огурчик. Но я, пожалуй, хочу выиграть. Я тоже хочу выиграть хотя бы в одном туре. Я попробую, попробую удержаться. Ну и ладно, ну и что? Я все равно уже проиграла в этом туре. Нет, ну вы посмотрите на них. Как они участвуют в челлендже? Ну ладно, думаю, будет праведливо поставить два плюсика. Киса, Лиса, ты бы сама попробовала. Тут еда, она такая вкусная. Ладно, Юми и Миша заработали по плюсику. И пока что Мишка лидирует. У нее целых три балла. У Эйвена с Юми по одному. А вот ты, Софи, вообще проигрываешь. Да, блин. Ну что ж, а в этот раз вас ждет зеленый салатик. Он летающий, смотри. Я не могу удержаться, я согласен проиграть. А я и так проигрываю. Я буду удерживаться до последнего. Он такой смешной, такой смешной, так смешной есть этот салат. Неужели Софи наконец-то заработает балл? Я терплю, я терплю, я не беру, я не беру. Юми, только ты тоже не трогай. А что это за несправедливость, раз ты не будешь, что и все? Ну, только мне оставь на потом. Я после челленджа возьму. Ничего это я не буду, я тебе ничего оставлять. Ага, конечно. Ого, неужели Софи оказалась последней, но они еще не до зелии. Давай, Юмичо, я тебе помогу. Не надо мне помогать, я сейчас все тут запылесошу. Ну ты такой поросенок, кто-то была так насвинячить и весь пол в салате. Сама ты поросенок, слышь, я это, я приберу. Софи догоняет Эйвана и Юми зарабатывает первый балл. Очень чем-то вкусно пахнет. Кажется, будет сложно удержаться. Реально, тащи твои салатик. И Ань, давай открывай. Юмичо, откуда ты эти слова берешь? Ладно, тут вареная индейка. И я проиграла. И я проиграла. Я тоже не удержусь. Ну, ну, ну ладно, вы все не удержались и съели очень быстро, но кто-то из вас все-таки должен был быть последним. Наверное, это был я. Или я, я вот медленно жевала, например. А давайте просто, просто на записи, на видеозаписи посмотрим, посмотрим, кто был последний. Кто получил балл. Хм, иногда покемону в голову приходят нормальные мысли. На замедленной и увеличенной видеозаписи мы видим, первым съел Эйвен, потом Софи, потом Миша, и последний доело Юмичу. Второй балл Юми, и она может догнать Мишку. Я просто очень хочу на сумасшедшую прогулку вместе с Аней. Только два победителя отправятся в необычное место. И попадут в видео на Мэджик Фэмили сегодняшнее. И кое-кого увидят. Так что надо, надо победить. Давай, Ань, открывай. Да, видео действительно будет очень эпичное с двумя победителями. Итак. Так, кусочки яблок, кто выдержит и будет последним? Очень хочу на прогулку, но очень хочу погрузить яблоко, почистить зубежки. И я немножко яблочек люблю. А я вообще был бы вегетарианцем, так что я опять проиграл. А я очень хочу на прогулку, все-таки буду удерживаться. Буду терпеть или нет. Но я же уже все равно последняя, да? Все равно я мне дольше всех его буду жевать. Да, Миша, продуманный ход. А ты хитрюга. Все съели первые Миши, она зарабатывает еще плюсик. Не, ну это практически мухлёж. Да уж. Да ладно. Глядя на вас, даже судье пожрать захотелось. Что это? А, паука! Киса, Алиса, ты что, по-моему, по-моему, паук сам тебя испугался. Интересно, кто-нибудь тоже, как я, боится пауков? Надеюсь, наш судья скоро вернется. А мы продолжаем наш челлендж. И пока что по итогам лидирует Мишка. Да мы стараемся, как можем. Очень трудно. Я на месте, все в порядке. И паук меня не зажрал, если хоть кто-то обо мне беспокоился. Сыр для песиков очень жирный и острый. И им его много нельзя. Помните, ролик недавно снимали про опасные продукты? Но раз в полгода один граммик-то можно. Да, и поэтому здесь сырок. Обожаю сыр. Я тоже люблю. Я не удержался. А мой кусочек где? Кажется, вон тут. Я его съела, прости, Миш. А я тоже сыр люблю, вот. Мишке сыра не досталось, но в данном случае это ее ошибка. Если бы она очень хотела, она бы съела. Значит, Мишка снова стала последней по случайности. И у нее уже пятый плюс. Но, но это еще не конец. И даже если она уже победитель, то еще второй победитель должен быть. Ой. А я ей что это? Ребят, ну вы аккуратней, чуть стол наш не уронили. Ой, у нас дождь пошел, кажется, за окном. Ладно. Помните, я также в том ролике говорила, что собак нельзя кормить молочными продуктами, кисломолочными. Ну, короче, кормить. А вот немножко мягкого обезжиренного творожка им можно. И я смотрю, вы как-то особо себя сдерживать не стали, да? Миша ела у меня, между прочим. Ага, а вот ее порция была. А я могу немножко и тут поесть? Опять Миша нечестно делает, а потом скажете, что она была последняя. Она все время мухлюет. Миш, ты все время мухлюешь, так нечестно. Дай мы лучше доедим. Вот именно, ты уже свое у Эйвона слопала там. Короче, я смотрю, все друг с дружкой подивились. Но как же нам тут определить, кто был последним? Потому что Миша сначала ела с Эйвоном, потом пошла к себе. Это не считается. В общем, как быть-то? Как произвести подсчет? Так как Миша начала есть у Эйвона, нужно провести батл между ней и Эйвоном. И выбрать финального победителя. Вкусняшечки вашему вниманию, господа. И, ну, сразу видно, что Эйвон был первым. А значит, Мишка опять последняя. И она вообще удержалась и не съела. Так что это стопроцентная победа. Ну и классно. Я все равно проигрываю, поэтому спасибо. Мишка зарабатывает шестой плюс. Мы провели несколько туров. И не всегда выигрывала Мишка. И тем более вы обещали во второго победителя. Все будет, ребята. Давайте подводить итоги. Судья, вам слово. Мишка, а ты пока вытри сметану с подбородка. По итогам челленджа в десяти турах Эйвон и Софи проиграли. У них по одному баллу Миши шесть она выиграла. И второе место занимает Покемон, потому что у Юмичу два балла. Пойду новый челлендж. Пойду, думаю, может и ребята в комментариях подскажут. А вы идите на канал Magic Family и смотрите нашу эпичную прогулку с Юми. Видео уже там. Миш, я не могу. А что? Ты так и не стерла сметану с подбородка. Увидимся.